В этом выпуске мы покажем вам самые невероятные видео, которые повезло заснять на камеру. Мы собрали самые необычные и редкие видеоматериалы, заснять которые удается, наверное, только раз в жизни. Давайте взглянем на них, восхитимся и попробуем разобраться в них вместе. Вы будете поражены самым необычным водопадом, который может превращаться в огненный поток. Увидите летающую девочку в лесу, а также узнаете, как выглядят грешники в аду. Водопад Лошадиный Хвост В Йосемицком национальном парке в Калифорнии есть впечатляющая природная достопримечательность, именуемая Лошадиным Хвостом. За таким необычным названием кроется водопад зимой и ранней весной, не спадающий с восточной стороны горной гряды Эль-Капитан. Он представляет собой два потока. Восточный имеет высоту 470 метров, а западный – 480. Общая высота лошадиного хвоста составляет 650 метров. Самое интересное начинает происходить в этих краях в конце февраля. Всего в течение нескольких дней в году у посетителей парка появляется возможность увидеть редкое явление – превращение обычного водного потока в огненный водопад, напоминающий извергающуюся из вулкана лаву. На самом деле этот природный феномен – зрительный обман, который можно наблюдать только в ясную и солнечную погоду, а также под определенным углом. С наступлением сумерек лучи закатного солнца отражаются в потоке воды, и только тогда появляются сверкающие желтые, оранжевые и красные не спадающие ленты воды. Необычный эффект длится всего несколько минут, но путешественники и охотники за уникальными кадрами регулярно собираются у горы Эль Капитан, чтобы увидеть и запечатлеть потрясающую иллюзию, когда привычно голубой водопад лошадиный хвост становится огненно-красным, и создается иллюзия того, что с вершины горы течет не вода, а настоящая раскаленная лава. Летающая девочка А это уникальное видео совершенно случайно удалось заснять в одном из лесов России. Мужчине, выгуливающему собаку, посчастливилось увидеть парящую в воздухе девочку. Ребенок парил над землей на высоте нескольких метров, а мама девочки наблюдала за ней с земли. К несчастью, собака мужчины залаяла, и увидев, что на них обращена камера, девочка быстро опустилась на землю, после чего поспешно скрылась с мамой. Думаю, у вас тоже возник вопрос, это что вообще такое было? Существует несколько предположений. Согласно учениям школ буддизма и даусизма, у людей, которые хорошо усовершенствовались в своей практике, открыты каналы меридианов, и они могут парить и летать. Также многие религии говорят о перевоплощении, и, возможно, способность парить объясняется перенесенными способностями из прошлой жизни. А может это было просто волшебство или нарушенная гравитация в этом участке земли? Похоже, этого мы уже никогда не узнаем. Аллигаторы, замерзшие в болоте Странную картину можно было наблюдать в Шалот Риверсвомп Парк в январе 2018 года. Работники парка опубликовали в YouTube видео, на котором запечатлено, как аллигаторы замерзли в болоте, высунув морды наружу. Оказывается, эти рептилии способны переживать рекордно низкие температуры. Приспосабливаясь к погодным условиям, они порой буквально вмерзают в лед. Дело в том, что аллигаторы полагаются на тепло солнечного света для того, чтобы их организм работал. Без этого метаболизм не запускается, и процессы в организме приостанавливаются. Когда температура опускается ниже 5 градусов по Цельсию, аллигаторы впадают в состояние под названием брумация. Состояние животных в этот момент похоже на литургию, дышат они гораздо реже, а обменные процессы почти отсутствуют. А ноздри аллигаторы высовывают для того, чтобы набрать воздуха и потом снова опуститься на 24 часа под холодную воду. Но, как видите, иногда они не успевают это сделать, и их морды вмерзают в лед. Да уж, наш мир полон необычных вещей, и несмотря на обилие информации, все равно найдется то, что способно удивить. Например, многие не знают, как выглядят грешники в аду или настоящая огненная река, о которой мы расскажем прямо сейчас. Смотрите видео до конца, будет интересно. Река вулканической лавы Несколько лет назад на Гавайях произошло мощное извержение вулкана Килауэа, высота которого составляет 1247 метров. На большом острове из-за этого бедствия были полностью уничтожены более 100 домов и эвакуированы многие жители. Тогда с воздуха велся контроль за потоками лавы с Килауэа, благодаря чему мы с вами тоже можем увидеть это эпичное событие. Долгое время остров бесперерывно сотрясали землетрясения, которые происходили практически ежеминутно. По словам геологов, образовавшаяся трещина выкачивала лаву со скоростью 1 метр в секунду, а клубы газа и пепла поднялись из основного кратера на высоту более 4 километров. Лавовые потоки вулкана Килауэа поглощали сельскохозяйственные угодья и леса с угрожающей скоростью. Вы можете увидеть, как массивные реки лавы из нескольких трещин стекали вниз к побережью и с шумом остывали в прибрежных океанических водах. Одновременно на поверхности острова появились так называемые лавовые трубки – каналы, возникающие при неравномерном остывании текущей со склонов вулкана лавы. Обычно вследствие этого природного явления могут появляться пещеры, гроты и другие удивительные формы рельефа. Например, здесь потоки лавы превратили участок площадью около двух с половиной гектаров в произведение современного искусства. Переплетаясь, лавовые трубки напоминают человеческие тела. Многие пользователи, увидев эту фотографию, сошлись во мнении, что именно так выглядят грешники в аду. Полосатые айсберги Благодаря фотографиям норвежского моряка Ойвинда Тендженда, мы узнали, что айсберги могут иметь самые разнообразные окраски и быть полосатыми. Чаще всего оттенки полос сине-голубые. Данный вид окраски ледников является самым изученным. Появляется такой эффект в результате контакта ледяной глыбы с пресными водами. Бывают и черные айсберги. Именно они представляют опасность для мореплавателей, так как такие ледники состоят из вулканических пород и в темноте становятся невидимыми. Более редкий вариант – цветные полоски на поверхности айсберга. Такой вариант ледника иногда является результатом замораживания пресной и морской воды с частичками полезных ископаемых. Дело в том, что на протяжении длительного времени ледники могут большей своей частью находиться на дне. В лед попадают различные частицы и объекты – камни, водоросли, кораллы и так далее. В одном положении ледник может пребывать с десятки лет. В данном случае оттенки могут быть абсолютно непредсказуемыми. Более того, цвета айсберга меняются под воздействием света и могут видоизмениться при разном освещении. Грязные грозы Еще одним из самых редких природных явлений является грязная гроза. Это погодное явление, характеризующееся образованием молнии в облаке пепла, поднимающегося из жерла вулкана во время извержения. Кстати, термин «грязная гроза» не совсем точен. Некоторые ученые считают, что название «вулканическая молния» является более подходящим обозначением. Во время извержения из жерла вулкана поднимается огромное пепельное облако. В этом облаке и образуются мощные электрические заряды – молнии. По мнению ученых, молнии образуются в результате столкновения больших электрических потенциалов в столбе пепла, поднимающегося шлейфом в воздух во время извержения вулкана. Если точнее, то образуются молнии столкновением отрицательно заряженных частиц золы и положительно заряженных вулканических газов. При этом, чем меньше размер частиц, тем больше образуются вспышек. Извержение вулкана страшно само по себе, но когда оно сопровождается появлением из жерла горы столпа черного дыма, в котором пляшут молнии, то это страшнее вдвойне. Увидев такое зрелище, занервничает даже самый безбашенный любитель острых ощущений. Стоит отметить, что вулканические молнии по заказу не возникают. Все страшно красивые фото и видео, на которых запечатлено это уникальное явление, были сделаны случайно. Поэтому не стоит посещать активные вулканы только ради того, чтобы увидеть грязную грозу своими глазами. Микропорыв Пилот вертолета Джерри Фергюсон кружил в небе над городом Феникс, когда там случилась гроза. Снимая погоду для местного телеканала, Фергюсон сделал, наверное, лучшее в мире фото, запечатлевшее опасный метеорологический феномен под названием микропорыв. Микропорыв – это частный случай шквала, сильное кратковременное нисхождение движения воздуха, связанное с грозовой деятельностью. Микропорывы представляют угрозу для садящихся или взлетающих самолетов, потому что такой ветер вызывает значительные колебания скорости воздушного потока. Это явление может даже спровоцировать падение самолета. Именно микропорыв винят в крушении рейса Delta Airlines 191 в Далласе в 1985 году, а также рейса Pan M759 в Геннере в 1982 году. К слову, эти и другие катастрофы послужили стимулом для развития технологий радаров и систем предупреждения, которые теперь сообщают пилотам о подобных погодных условиях. Что ж, а на этом все. Напишите в комментариях, какой из этих феноменов вам понравился больше всего. Спасибо вам большое за просмотр.